Привет, друзья! С вами снова я, Дмитрий Егоров, и вновь мы приветствуем вас на канале Squadboard Shop. Заметили, какая замечательная акустика и вообще новый зал? А это отдельный зал, посвященный различным скейтовым декам и другому скейтовому железу, который находится... Да-да, друзья, не устаю про это говорить. В новом флагманском магазине Большие Каменщики 15, Москва, станция метро Таганская или Марксистская. Приходите, и это просто рай для скейтбординга. А может быть, ад. Почему я так говорю? Не потому, что здесь плохо, а потому, что все-таки трэш-угар, это всегда были частью скейтбординга. И сегодняшний наш рассказ как раз про такую ситуацию, про коллаборацию бренда Крича и американской трэш-шок-металл-группы Гуар. Я все время пытаюсь так вот, ну, быть страшным, а дети смеются. Не знаю, как у вас сейчас получилось, смеетесь или нет, но в любом случае, как всегда, чуть побольше расскажу. Про обоих участников коллаборации. Сначала про более молодую команду, команда Крича. Крича это скейтеры, которые все время исследовали и все время были близки, так сказать, темной стороне скейтбординга. Деки с какими-то шокирующими рисунками, истории про вампиров, посвящение фильмам ужасов, вообще вся вот такая вот эстетика кровь кишки раздробила, она очень и очень близка вот этим ребятам. Но они, что называется, сынки по сравнению с отцами шок-металла группой Гуар. Бренд, я уже даже не могу назвать это группой, потому что это действительно бренд. Это группа, которая сформировалась еще в начале 80-х годов, постоянно выступала в каких-то пластиково-латексных костюмах, в которых они изображали древних, примитивных, межгалактических воинов, которые боролись непонятно против чего и непонятно за что. Но как раз вот эта вот самая кровь кишки и раздербанила, это можно назвать каждый из альбомов и каждое из выступлений этой группы. Когда они начинали, это действительно было шокирующе, и каждое их живое выступление, оно все время сопровождалось как раз какими-то там расчлененками, забрызгиванием зала, огромным количеством ненастоящей крови, ненастоящих каких-то кишок и прочих биологических жидкостей. И народ от этого тащился. То есть сначала, понятное дело, что многие были в шоке, и вообще их на заре их творчества часто приглашали в различные ток-шоу, ну формата типа там большой стирки на русском телевидении, где вот рассказывали вот различным пуританам, что посмотрите, насколько ужасно то, что эти ребята делают. Ужасно. А ребята просто угорали, как в свое время угорала группа «Коррозия металла» и многие другие группы, но только они возбили это просто в абсолютный максимум. Каждый альбом группы – это реально путешествие. Я вот такие дела люблю, вы сами понимаете, да, что я люблю какие-то вымышленные вселенные, какие-то вот такие вот живущие в своей жизни произведения. И у Гвора так все и есть. То есть вот эти вот участники группы, межгалактические древние войны, каннибалы, разрушители и убиватели, они путешествуют через все альбомы этой группы, они путешествуют через все живые выступления. Более того, группа записала даже музыкальный фильм, который называется «Фаллос в стране чудес». Ну, «Фаллос» по созвучию с Алисой в стране чудес. И, кстати, этот фильм даже в свое время номинировался на Грэмми, даже получил Грэмми как лучшее музыкальное видео, лучшее длинное музыкальное видео. Постоянно на их шоу происходили какие-то вещи, типа как много политической, много социальной сатиры. Один из постоянных участников их шоу – это здоровенная мясорубка, в которую они очень любили засовывать куклы каких-то известных политических или селебрити персонажей, там расчленять Джастина Бибера, Ладигагу, Мадонну, президентов Соединенных Штатов, Папу Римского и прочее, и прочее. Все это ради такого трэша, все это ради такого угара. И этот угар продолжался с 80-го года без остановки. Когда это было ново, когда это было интересно, их видео часто показывали по MTV. Они были действительно очень и очень популярными. Но когда вроде как все это приелось, группа стала менее популярным. Но с другой стороны, у нее осталось огромное количество поклонников, которые сделали эту группу практически культовой. Которые, если честно, им было уже наплевать, какой будет новый альбом. Даже если бы они выпустили альбом каких-нибудь кантри-песен или что-то еще, группа бы все равно, поклонники все равно бы поняли, что, блин, как круто они придумали. Это же со смыслом, как говорится. Так и здесь. Они просто нравились вот этой атмосферой этого угара. И они ходили на каждое живое шоу. Они знали, что да, их там забрызгают настоящей кровью. Может быть, они увидят очередное какое-то расчленение или повешение кого-то на сцене. И увидят новые костюмы участников группы. Кстати, участники группы постоянно менялись, так как они всегда выступали в костюмах. Причем костюмы это были такие. Какие-то огромные гипертрофированные головы, части доспехов и очень-очень много обнаженки. Которая тоже очень часто была замазана либо какой-то ненастоящей кровью, либо другими какими-то страшными символами. Так вот, так как, по сути дела, лиц участников никто особо не видел, да и смотрели больше на происходящее шоу, то участники очень и очень часто менялись. И даже в 2014 году, когда умер основной вокалист группы, получилось так, что в группе не осталось ни одного человека, который изначально в ней был. Но дело Гвар живет и продолжается. И все так же трэш и угар продолжаются. И к 30-летию этого самого трэша и угара бренд Крича решил с ребятами сделать совместную коллекцию, в которую попали как несколько предметов одежды, можете посмотреть на мне эту великолепную футболку, так и вот такую вот интересную деку с портретами участников группы. Ну, в принципе, здесь все понятно. С небольшой наклеечкой и с логотипом Крича, который здесь тоже есть. Я особо не буду рассказывать про тактико-технические характеристики этой доски. Ну, она достаточно широкая, 9-3-4 в виде вот такой вот рыбки сделанной, изогнутой. Выглядит замечательно. Поэтому приходите, и если вам близок трэша угар, если вам интересны такие классные истории, нетривиальные группы. Ну, по-любому, это та группа, с которой даже если вы не собираетесь становиться ее поклонником и смотреть, как они разбрасывают ненастоящую кровь и прочее, ознакомьтесь, это весело, это интересно, и для общего развития это тоже хорошо. Как и катание на скейтбординге. Кстати, такой вопрос. Почему группа называется Гвар? Кто-то говорил, что есть различные виды расшифровки этого названия или еще что-то. Но сами участники говорят, что изначально они хотели назваться как ВОРРРРРРР с большим количеством Р, да? Как будто такой РЫК какого-то чудовища. А потом решили сократить это до 4-х букв, чтобы их было удобнее писать, чтобы было удобнее искать кстати у них еще есть собственный праздник и собственный бар в штате вирджинии откуда они все родом будем там обязательно снимем обзор надеюсь уже в ближайшую среду поэтому до новых встреч господа мы полетели в америку катайтесь на скейтбординг вот бортшот